Музыка Ее написали композитор Александр Васильевич Александров и поэт Василий Иванович Лебедев Иванович. Эту песню запели уже на третий день войны для уходящих на фронт бойцов. Во время ее исполнения все встали. Песня не тихая, но бойцы просили ее спеть снова и снова. На их суровых лицах были бедны слезы. Дальше песня звучала повсюду, в партизанских отрядах, в тылу, по радио. И мы сейчас с вами встанем, слушая ее. Война начиналась страшно. Фашисты были сильными, жестокими. Захватывали наши города и села. Один из самых больших городов страны Ленинград они так и не смогли преодолеть. Насмерть сражались за город наши матросы и солдаты. Но фашисты смогли окружить город со всех сторон. Морили город голодом, бомбили самолетом бомбами. 900 долгих дней длилась страшная блокада Ленинграда. Жителям города совсем нечего было есть, и они умирали, но не сдавались. Не сдавался фашистам и композитам Дмитрий Шостакович. Дмитрий Шостакович сочинял очень большое музыкальное произведение, которое исполнил большой симфонический оркестр. И назвал его Ленинградская симфония. А музыку Шостакович посвятил своему героическому городу. Именно в блокадном Ленинграде впервые прозвучала эта музыка. Дирижировал оркестром сам Шостакович. Музыканты, измученные голодом, исполняли музыку, не боясь бомбежек и обстрелов фашистов. Вот послушайте, как в музыке Шостакович передает образ фашистов-захватчиков, как черного зла, навалившегося на нашу Родину. Музыканты, измученные голодом, исполняли музыку, как в музыке Шостакович передает образ фашистов-захватчиков, как в музыке Шостакович передает образ фашистов-захватчиков. Музыканты, измученные голодом, исполняли музыку, как в музыке Шостакович передает образ фашистов-захватчиков, как в музыке Шостакович передает образ фашистов-захватчик. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка придавала силы, давала надежду на победу, а песня, как верный друг, шла солдатам бой, придавала отвагу и смелость. Она не покидала бойца и в минуту грусти, скрашивая разлуку с родными и близкими. Так один журналист военной газеты после сложного задания отдыхал в землянке и, чтобы не уснуть, написал жене письмо, в котором было стихотворение. Вскоре к этим стихам была написана музыка. Так появилась песня «Землянка». Ее вы услышите в исполнении Леонида Утесова. О нем мы говорили раньше. Бьется в тесной печурке огонь На поленях смола, как слезах, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Чтобы рассказать о подвигах людей, О фронтовой дружбе, солдатской жизни, верной любви, Фронтовые песни передавались из уст в уста. Такой же и была песня «Синий лоточек». Песню эту подхватила и певица Клавдия Шуженко. Она пела ее на всех фронтах. Помню, как в памятный вечер Садал платочек твой в плеч, Как провожала и обещала Синий платочек сберечь. Песня «Синий лоточек» Их дети, внуки, правнуки. Мы в детском саду каждый год На 9 мая танцуем под эту песню С синими платочками. А теперь Любойте из танцев других ребят. Их дети, внуки, правнуки. Синий лоточек сберечь. Их дети, внуки. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ